Программу «Вечер у Владимира» продолжает «Вечерний зефир». Работаем мы в прямом эфире. Телефон в студии 44 40 47. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. А сегодня у нас необычные гости. Это артисты цирка. Знакомлю вас Тимур Малюков, директор цирка «Моретти» и Евгения Верлаты, дрессировщица. Здравствуйте. И познакомьте нас с другими артистами, которые с вами пришли. Это попугай Ара. Это одна из четырех питомцев моих. Это девочка. Зовут Джора. У Евгении. Собака Хаски Рэй. Очень мудрый пес, который работает в стае волков с пумой и с ягуаром. Отважный сынуля мой. И собака Бордер Колли. Самая умная в нашем коллективе. Любительница. Веселый песик. Расскажите, как попасть на представление цирка «Моретти», когда это можно сделать, только ли во Владимире? Мы приехали уже во Владимире. Наш купол цирка расположен у торгового комплекса «Мегаторг». Мы уже отработали первую неделю. Еще впереди у нас две недели. Наши представления проходят только по выходным. И представления продлятся по 4 июня включительно. А сколько длится представление? Представление у нас в двух отделениях с антрактом. Вместе с антрактом 2 часа 50 минут. А для какого возраста? Ну, вообще у нас как ноль плюс идет. Но к нам приводят и годовалых, и двухлетних, и трех, и четырех, и далее. То есть это уже нужно смотреть по собственному ребенку, который усидчивый, любопытный он. Может ли он сидеть, сможет ли он просидеть 2 часа 50 минут. Ну, смотрите, у нас первое отделение идет час 10, затем у нас идет антракт 25 минут. Можно выйти, прогуляться в торговый комплекс, либо в фойе нашего цирка. У нас много всяких разнообразностей, лимонады, вата, попкорн. Также, если будет на улице хорошая погода, можно на улицу выйти. И второе отделение у нас также идет час 10. То есть в основном у нас все сидят, смотрят и наслаждаются. Ну и можно будет передохнуть в середине и немножечко переключиться. Расскажите, а вот какими номерами будете удивлять немножечко о программе? О программе. У нас очень насыщенная программа. В нашей программе, наверное, собраны самые лучшие, самые лучшие артисты в России. И начнем, наверное, с животных. Первый номер у нас – это дрессированные собаки. То есть у нас собаки-хаски и бортер-колли. Второй номер у нас – дрессированные попугаи-ара. Вот такие они у нас красивые, веселые. И третий номер у нас из животных – это аттракцион хищников. То есть в одной клетке у нас принимает участие канадская волчица, полярные волки, пума и ягуар. И собаки-хаски. То есть вот наш кавалер. Расскажите немножечко поподробнее о вашей программе именно. Я хотела бы сначала рассказать в общем о всей программе, потому что это действительно уникальная программа. Я горжусь, что работаю впервые в башкирском цирке. Очень хороший цирк. И у нас в цирке можно увидеть 7 жанров цирковых. Вообще в цирке 8 жанров. У нас акробаты, гимнасты, эквилибристы, жонглеры, клоунада, фокусы и дрессура. 7 жанров в нашей одной программе. Поэтому будет интересно и папам, и мамам, и дедушкам, и бабушкам, и детям. По поводу животных. У нас очень интересный аттракцион. Я его долго готовила. Хотелось, чтобы номер был разнообразный. И у меня волки. Самые, наверное, неподдающиеся дрессуре неуправляемые животные. Но мне с ними интересно. Ягуар тоже своеобразный. Такая непокорная пума. И все они настолько разные, с ними так интересно. И работаем от души, с удовольствием. Животные тоже любят работать. Они прям артисты. Они перед работой готовятся. Когда выступают, они радуются, воображают. Нестабильно они работают, они воображают перед зрителем. Уже хочется выступить, наверное. Да, да, да. А как вы пришли к дрессировке именно хищных животных? Я в них влюбилась. Я работала гимнасткой. С детства я работала с пудельками. Ну, мне так особо не интересно было. Но когда я попала в коллектив, где работают львы и тигры, я в них влюбилась. И в 18 лет я впервые начала работать аттракцион со львами и тиграми. И львицы, и львы, и тигры были. Очень начала с самого сложного, наверное. Вот. Когда я приехала на гастроли уже в Россию, я решила создать необыкновенный аттракцион. Я долго-долго думала. И так как волки считаются в цирке, не выступают, мне стало интересно, почему. И я начала работать с волками. Действительно, очень сложно их адресировать. У меня ушло примерно 3 года, чтобы я могла их полноценно выпустить в манеж. Потому что это непокорные животные. Они не подчиняются. К ним очень долго искала подход. Много литературы прочитала. Но меня все уверяли, что ничего не получится. Также, когда я приобрела ягуара, все наши цирковые дрессировщики сказали, да не может быть такого. Зачем ягуар? Все уже давно нормальные дрессировщики знают, что ягуары не очень хороши в дрессуре. Они нестабильные. Они могут кинуться на хозяина. Но нам нравится то, что посложнее. И спустя 3 года создала аттракцион такой интересный. А как животные взаимодействуют? Такие разные друг с другом. Вообще они терпят друг друга в клетке. На моей территории, в манеже. Ради меня они терпят друг друга. Вот, допустим, собака Хаски Рейхи. Он работает... У него есть прыжки через ягуара, через волков. Но он смотрит преданно мне в глаза. И он уверен, что я его защита, его стена. И потом идет и делает трюк. И также волки уверены, что ягуар их не тронет. Потому что я лидер. Я хозяйка. И я всегда уверена в себе. И мои животные чувствуют при мне себя спокойно. Но если их выпустить, если мне стоит выйти из клетки, конечно же, они все передерутся. Потому что черные волки, серые, полярные волки... То есть волки тоже разных пород? Да. Даже волки разных пород, они друг с другом не контактируют, не дружат. Потому что у меня все-таки стая. Две альфа-самки претендуют. Пока что одна альфа-самка, вторая хочет ее свергнуть. И также это проявляется в работе. Они постоянно норовят друг с другом подраться. Пользуясь случаем, что на выступлении... Что на выступлении, может быть, получится. И я, конечно же, за дисциплиной слежу, чтобы никто никого не тронул. Помимо актерского мастерства, нужна отдача в зрительный зал. Я смотрю на зрителя. Но я чувствую каждого своего питомца, у кого что на уме. Вся эта энергетика. Я работаю с энергетикой. Каждую энергию я чувствую. Я чувствую... Они мне передают эту информацию. Даже кто-то, когда плохо себя чувствует, захворал, да, они мне жалуются. Они прям вот говорят. И я эту информацию считываю. У нас вот такая вот дрессура взаимодействия и понимания. Расскажите нам о Жоре. Давно ли она у вас? И какие еще питомцы у вас есть? И как они выступают в цирке? Жоре 8 лет. Я, на самом деле, уже третий хозяин у нее. Жора – это мой питомец. Это любимая девочка, которая меня тоже очень сильно любит. Вообще, у меня еще три попугая в цирке сидят, ждут меня обратно и Жора, потому что они так дружат. Если один куда-то кто-то уходит, у них начинается истерика, что все, Жора пропала. Они начинают искать, кричать, ползать. Вот. И когда мы придем вот после эфира домой, они все обрадуются. Вообще, у меня были еще еноты. Еноты-полоскуны. Вот. Это был аттракцион. Ну, даже не аттракцион, номер. У меня было два енотика и попугай Ара. Вот один, Жорик. Но когда мне пришлось взять еще три попугая, попугаев, енотов я уже оставил дома. То есть они живут с родителями у меня. Я слышала, что попугаи иногда сами подсказывают, какие номера они могли бы исполнять. У нас есть такая попугая Ванесса. Ванечка мы ее называем. Там вот мы выходим с Жори выполнять первый трюк. Мы можем просто отойти с Жори и стоять в сторонке, потому что Ванесса вылетает на свою стойку и начинает вытворять свои уже трюки выдуманные. То она на клюве повиснет, то на одной лапке, то на двух лапах. Ибо я вот смотрю за зрителями, они не смотрят на нас с Жорой, пока мы выполняем трюки на обуче. Они все смотрят на Ванессу. А в чем особенность дрессировки попугаев? Как найти с ними общий язык? Попугаи на самом деле очень умные. У них интеллект семилетнего ребенка. То есть нужно понять их. Они поймут меня. Например, я их, можно сказать, даже не дрессирую. Мы начинаем играть, взаимодействовать. Например, мы сейчас выполняем новый трюк, учим выполнять. Это кульбитики. То есть я не могу заставить, например, что-то ей сделать. Мы начинаем играться, беситься, и в один момент она начинает переворачиваться. Мы дальше начинаем играться, и второй раз начинаем переворачиваться. Вот за счет игры у нас получаются новые трюки. У нас есть звонок телезрителей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Я хочу спросить у прекрасной артистки цирка Евгении. Евгения, скажите, пожалуйста, вы ведь дрессируете волков, а волкам свойственно выть. Скажите, пожалуйста, вы теперь развлечаете у своих волков, что они своим воем хотят сказать? Спасибо большое вам за вопрос. Конечно, очень интересный вопрос. У меня волки воют, как и по команде, и просто когда они воют, что-то, конечно, означает это. Кто-то может жаловаться на что-то. Особенно они воют, когда кто-то из их стаи заболел. А также они от радости передают вои. То есть они свои эмоции передают вои, да? И, конечно же, я различаю эти эмоции. Как говорят, да, волки воют на луну. Нет, они просто передают друг другу сигналы. И я их распознаю. У нас артисты уже хотят выступить. Давайте что-нибудь покажем. Хорошо. Хорошо. Стоп, 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 стоп. Рэй, сиди. Крисик. Рэй, сиди. Крис, ко мне. Стоять. Поехали. Стоять. И, поехали. Стоять. И, поехали. Крис, Катя. Катя. Катя, 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 Катя. Молодец. Крис, умничка. Хорошо. Рэй. Нет, нельзя попугайчик от тебя. Жора, будешь показывать трюку? Жора, давай. Переворачиваемся. Вниз. Крылышками похлопаем. Мы пока микрофончик цепляем. Вот. Давай, хлопай, 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 хлопай. Тогда в руке придется подержись. Жора, молодец. Молодец. В руке тогда. Давай. Молодец. Это один из десяти трюков, которые может выполнить Жора. А расскажите, пожалуйста, вот о ваших питомцах. Я знаю, что, например, с волками нужно разговаривать не как с другими хищниками. То есть, если, например, со львами, с тиграми можно проявить какую-то резкость, то волки, наоборот, любят, когда с ними разговаривают как-то мягко. Да, волки на самом деле любят, когда с ними разговаривают мягко. Но я на самом деле, я с ними разговариваю, опять же, повторюсь, энергетически, да. Я понимаю, я могу выйти и выступать с ними молча. У меня уже такое было, когда я потеряла голос. И без команд, они без команд выходят и в свое удовольствие работают. Но они не потерпят, вот у меня ассистенты, служащие по уходу за животными, если будет это грубый человек какой-то и грубо разговаривать, они не потерпят его. Рано или поздно они его поймают и обязательно покусают. Конечно, они любят нежность, но и в то же время авторитет. Потому что у них иерархия, да. Они никогда не потерпят слабых, слабости. В принципе, я такая же, как они, уже стала истинной волчицей. Я знаю точно, что им не нравится, у меня обострился нюх. У меня все чувства обострились, да, и энергетически. Это на самом деле очень интересно, когда работаешь с животными. У тебя проявляются новые какие-то таланты. Давайте напомним, куда смогут наши телезрители прийти. Так, мы во Владимире находимся до 4 июня. Далее мы переезжаем в город Ковров, где гастроли наши состоятся у мотодрома с 10 по 25 июня. Также представления будут проходить по выходным, то есть суббота и воскресенье. Полная информация, в принципе, у нас есть в нашей группе ВКонтакте «Цирк Морейти». То есть можно набрать просто в интернете «Цирк Морейти» и посмотреть и даты выступлений, и приобрести билеты. Мы в ВКонтакте «Цирк Морейти», либо у нас есть сайт «Цирк.ком». Очень простой сайт. Вот, кстати, представление так долго длится, да, целых 2,5 часа, а билеты, в принципе, недорогие. Ну, вот мы можем сказать, в этом сезоне это наш четвертый город, и по отзывам можно даже в нашей группе ВКонтакте также прочитать, что люди пишут, что 3 часа прилетело незаметно. У нас программа поставлена таким образом, что у нас, во-первых, нету ведущих, у нас программа разделена на несколько блоков театрализованных, и с помощью шоу-балета мы переходим из одного блока в другой блок. То есть первое деление для зрителей прилетает вообще незаметно. Дальше идет антрак, где зрители отдыхают, и второе деление также на одном дыхании все проходит. А вот как меняется часто цирковая программа? Цирковая программа меняется раз в два года обычно. Если цирк ездит по одному и тому же маршруту, то раз в два года. А вот какие конкретно вот Жора выполняет трюки? Жора выполняет трюки на обруче, то есть мы с ней крутимся, то есть я начинаю вращаться вместе с ней, дальше она делает пируэты, виз вниз головой. Также у нее есть трюк на двух обручах, то есть на одном обруче она держится за клювиком, а второй обруч держит лапками. Летает по залу, по зрительному, то есть я ее запускаю по зрительному залу, два круга прилетает и садится ко мне обратно на ручку. И делает прыжки с тумбы на тумбу. А чтобы увидеть все трюки от цирка Моретти, ждем вас на представлении. Да, купол наш расположен у Мегаторга. Спасибо, что пришли к нам сегодня в гости и с такими замечательными артистами цирка. Да, всех ждем на наше замечательное представление. Думаем, что наше представление вам заполнится надолго. До встречи. Все, спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.